Этот объект решит проблемы с водоснабжением, судоходством, орошением и даже нерестом. Багаевский гидроузел готов на 60%. Василий Голубев и его советник Виктория Абрамченко оценили ход работ над первой пусковой очередью второго этапа. Это включает в себя водосбросную плотину, двухниточный судоходный шлюз и рыбоходно-нерестовый канал. В основном сейчас ведутся бетонные работы. Общий объем бетонирования 270 тысяч кубических метров. Мы сейчас уже забетонировали 190. Также ведется монтаж гидромеханического оборудования и его поставка. Сейчас делаем закладные детали и устанавливаем пороги. На фоне этих конструкций, на которые работают сразу три бетонных завода, даже грузовики кажутся игрушечными. Так сейчас выглядит нижняя голова судоходного шлюза. Уже в апреле 2025-го тут будут ходить грузовые суда. А вот важнейшая деталь – рыбоходно-нерестовый канал, буквально родильный дом для рыбы. Объект действительно очень крупный и для Дона имеет принципиальное совершенно значение для развития судоходства, рыболовства, мелиорации в регионе. Произор Российской Федерации этим занимается вплотную. Но это решение и поручение президента нашей страны. Для нас это имеет принципиальное значение сегодня и, конечно, на перспективу. Поэтому для нас это очень важно. В целом я удовлетворен масштабами работы. Улучшит Багаевский гидроузел и водоснабжение жителей области. Отсюда начинает восстанавливаться школа гидрологов и гидротехников. Важно, что при строительстве удалось обеспечить импортозамещение. Это дает хорошие перспективы для новых подобных объектов. Было перепроектирование. Мы отказались от зарубежных, от недружественных стран. И фактически запустили свои смежные производства для того, чтобы такие объекты могли дальше в стране появляться. Есть несколько гидроузлов, которые еще будут строиться. Например, на реке Иртыш в Омской области Красногорский гидроузел. Но Багаевский уникален тем, что он первый. Первый за многие десятилетия появится в стране. Недалеко на левом берегу строят поселок эксплуатационщиков. 32 жилых дома, склады, мастерские. Еще нужно построить земляную плотину, дамбы, укрепить берега практически до Кочетовского гидроузла. Это порядка 80 километров вверх по течению. Все работы планируют завершить в 2026-м. И, кстати, у Кочетовского гидроузла тоже должен появиться обходной канал для рыбы. Для выделения на него федеральных денег советник губернатора обещал оттерзать кабинет министров. 2846 донских выпускников подали заявление на пересдачу ЕГЭ. Это около 19% от их общего числа. Что примерно равно, среднему по стране улучшить результат хочет каждый пятый. С этого года по решению президента можно повторно сдать экзамен по одному предмету на выбор. Сегодня это русский язык, информатика, общество знания, физика, химия и письменный иностранный язык. Я решила пересдать русский, потому что меня не устраивает балл. 72 балла, я хочу выше. Я знаю на больше, поэтому решила пересдать. Сдавал ЕГЭ по информатике. Пришел на пересдачу. В прошлый раз немного нервничал, сейчас вообще нет никакого волны. В первый раз было 51, меня это не очень устроило. Думаю, в этот раз лучше. Лидерами предметов на пересдачу стали общество знания, его пересдает 741 человек и информатика 611. Завтра будут выручающие экзамены по биологии, географии, математике и устному иньязу. Результаты все получат не позднее 15 июля, по иностранному – 17. Новый фонтан пообещал ростовчанам на днях Алексея Лагвиненко, предложив самим выбрать место. И вот уже завершен прием предложения, началось голосование. Из десятка точек нужно выбрать одну. Отдать свой голос в соцсетях главы администрации можно за Суворовский или Левенцовский. Они сейчас с огромным отрывом лидируют в опросе, а также Заплатовский, парки Дружба, Сабино или Плевен, площадь Карломаркса, Шайба, пустырь от Мадаяна до Толмачева и улицу Горсоветскую. Кстати, городские власти обещают не оставить без последующего благоустройства и уступившие в этой гонке территории. В отличие от таинственного факела, готовящего грандиозные сюрпризы, соперникам у Ростова и новичка РПЛ Махачкалинского «Динамо» секретов нет. И они сыграли вполне открытый контрольный матч, моменты которого мы можем показать. Первый тайм закончился по нолям, хотя Колтаков мог забить гол шедевр пяткой. А сразу после перерыва мы узнали, что только что пришедший в нашу команду боснеец Ханкич уже успел подхватить нашу заразную вратарскую болезнь. Привоз Письякова. Отыгрался Ростов за 20 минут до конца матча. Голенков вбежал в штрафную, был сбит и сам же забил пенальти, причем по-пижонски. Так началась пятиминутка, за которую наши отличились трижды. Второй гол был самым красивым. 18-летний Зубенко с шикарным продольным пасом вывел один на один 19-летнего Азнаурова. И тот добавил эффектности моменту перебросом вратаря. Ну и третий гол на счету Роналда. Ростов победил 3-1 и до начала чемпионата еще сыграет в субботу контрольный матч в Краснодаре.